В 2019 году колонна из мусоровозов исколесила юг России. Вереница спецтехники проехала больше 2000 километров. Тогда акция «Чистая страна», которая пропагандирует реформу обращения с твердыми коммунальными отходами, охватила 8 регионов. В этом году путь пролегает на восток через 11 субъектов страны. Ульяновск стал пятым городом, где жителям презентовали современную спецтехнику. И рассказали, зачем нужно сортировать отходы, от какой упаковки лучше отказаться. Наш такой эко-марафон посвящен национальному проекту «Экология», который макурирует Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Это очень большой проект, состоит из 11 частей. И марафон у нас есть такой произведительский характер. Поэтому в каждом городе у нас ряд мероприятий. Одна из масштабных частей программы – выставка коммунальной спецтехники, которая прошла на Эспланаде. Все кузова мусоровозов российской сборки. К слову, наша страна является лидером на рынке коммунальных машин в Европе. Один такой мусоровоз заменяет 3-4 машины старого поколения. А мусор в них умещается в 7 раз плотнее. Усовершенствована и кабина для водителя. Едешь, не устаешь. Очень хорошо. Хорошая машина. Все, что нужно водителю, тут есть, в принципе. Что еще сказать? На дороге она едет плавно. Не кидает никуда. Нормально. Все отличная машина. В рамках акции можно было сдать старые автомобильные шины, которые пошли на переработку. А также поддержать идею раздельного сбора мусора, сыграв в эко-хоккей или эко-баскетбол. Для эко-хоккей важна больше даже не физическая подготовка, а интеллектуальная подкованность. Выигрывает тот, кто знает, как разделять мусор. Кожура пора. Ульяновская область подключилась к автопробегу «Чистая страна» впервые. Эксперты отмечают преимущества региона в плане сортировки. Например, наличие предприятий по переработке электролома. Такие компании есть далеко не во всех субъектах страны. Также мы подключились в 2020 году к акции по раздельному сбору отходов на мокрую и сухую фракцию. И этой акции мы хотели показать ульяновцам, что раздельно отходы собирать можно, раздельно отходы собирать несложно. В следующем году в регионе планируют запустить сеть эко-пунктов. Они позволят людям прийти и сдать отходы из алюминия, макулатуры, пластика и получить за это вознаграждение.